Здравствуйте! Мы начинаем урок по физике для седьмого класса по теме сила упругости. На этом уроке мы выясним, при каких условиях возникают деформации тел, научимся объяснять, почему возникает сила упругости и давать ей определение, и научимся рассчитывать силу упругости с использованием закона Гука. Итак, начнем. Сила упругости, наша сегодняшняя тема, сила упругости возникает при деформации, поэтому сначала мы посмотрим, что такое деформация. Деформации мы будем называть любое изменение формы либо размеров тела. В принципе, можно выделить несколько разных видов деформации, которые сейчас представлены на данном слайде. Посмотрим, что это такое. Когда, допустим, возникает деформация растяжения? Простейшая ситуация показана здесь на рисунке. Если мы возьмем лук, натянем тетиву, то и лук, и его тетива будут растянуты. Когда может возникать деформация сжатия? Тоже представим один из ситуаций. Здесь, например, показана колонна. Сверху на нее положен груз, который сжимает данную колонну. Деформация сдвига, когда возникает. Если мы в тисках закрепим какую-то деталь и будем проводить по ее поверхности напильником, то с этой деталью будет производить деформация сдвига. Пример деформации изгиба представлен тоже на этом рисунке. Если, допустим, на скамеечку мы положим какой-то груз, эта скамеечка прогнется под данным грузом. Пример возникновения деформации кручения. Если мы вставляем ключ в скважину и его проворачиваем, в этом ключе возникает деформация кручения. Итак, такие виды деформации бывают. Все виды деформации бывают, кроме того, либо упругими, либо пластическими. Чем они отличаются? Упругие деформации полностью исчезают, как только прекратится действие вызывающих их сил. Упругая деформация может быть любого из перечисленных видов. Как мы видим, и деформация растяжения, и сжатие сей остальные. По действиям той или иной силы тело деформируется. Если мы деформирующую силу убираем, тело может либо вернуться в первоначальное положение, либо не вернуться. Если тело вернется в первоначальное положение, значит такая деформация была упругой. Примеры упругих деформаций можно посмотреть здесь на слайде. Например, вот на вот этом батуте, ребенок прыгает, там деформация резины будет упругая. Если внешнюю силу нагрузку убрать, данный батут вернется в первоначальное состояние. Или струна гитара. Если ее привести в движение, она будет деформирована, будет двигаться и сдавать звук, но потом вернется в первоначальное положение. В противоположность упругим деформациям существуют пластические деформации. Какие деформации пластические? Если мы убираем внешнюю силу, а деформация никуда не девается. Давайте посмотрим тоже примеры. Если мы, например, как-то скомкали вот жестяную баночку, и она не вернулась в первоначальное положение, значит эта деформация была пластическая. Автомобиль после аварии, если на него внимательно посмотреть, он тоже не возвращается в первоначальное положение, и такая деформация его капота тоже была пластической. Мы в дальнейшем будем рассматривать только упругие деформации. То есть такие деформации, которые полностью исчезают, как только прекратится действие вызвавших их сил. Итак, давайте дадим определение силы упругости. Сила упругости – это сила, возникающая при деформации тела и стремящаяся вернуть его в первоначальное состояние. Обозначение на чертеже данной силы можно посмотреть сейчас на рисунке. Здесь показаны два случая возникновения силы упругости. Одна сила упругости возникает при растяжении подвеса, к которому подвешено некоторое тело. Силу упругости будем, как и любую другую силу, обозначать буквой F. Ну и чтобы отличить от других сил, снизу будем ставить такой индекс упор сила упругости. Сила – это векторная величина, то есть она всегда обязательно имеет направление, поэтому напоминаю, на чертежах мы обязательно над силой указываем вот эту стрелочку значок вектора. Как и любая другая сила, сила упругости измеряется в ньютонах. Важным, достаточно интересным частным случаем силы упругости является сила реакции опоры. Ее пример представлен здесь, на данном слайде. Кирпич лежит на некоторой скамейке. Если бы этой скамейки, этой опоры не было, он бы упал вниз под действием силы тяжести. Но эта опора своей силой упругости не дает ему упасть. Вот эта вот сила упругости, которая возникает на некоторой опоре, так и называют силу реакции опоры. Ее также можно обозначать большой латинской буквой N. Почему в принципе возникает сила упругости? Как мы знаем, все тела состоит из отдельных атомов и молекул, которые взаимодействуют между собой, притягиваются и отталкиваются. Когда мы деформируем то или иное тело, мы пытаемся перераспределить положение атомов и молекул, естественно, меняем их силу притяжения либо силу отталкивания. Из-за вот этого притяжения либо отталкивания молекул и возникает сила упругости. Как можно посчитать силу упругости? Силу упругости можно посчитать по закону Гука и введем. Рассмотрим те величины, которые в этом законе будут фигурировать. Рассмотрим на рисунок и посмотрим там обозначение. Мы будем запишем закон Гука для деформации пружины, допустим, для ее растяжения. Первоначальную длину пружины мы будем обозначать L0. Индекс 0 внизу всегда обозначает некоторую начальную величину, то есть начальная длина пружины у нас L0. Конечную длину пружины мы будем обозначать просто буквой L. Насколько пружину растянули, то есть изменение длины пружины, будем обозначать дельта L. На всякий случай напоминаю, дельта L это не дельта умножить на L, это одна физическая величина. Когда после дельта идет какая-то буква, это читается как изменение вот этой вот самой физической величины. Чтобы узнать изменение физической величины, мы должны от ее конечного значения отнять ее начальное значение. В данном случае, чтобы узнать, насколько удлинилась пружина, пружинка, мы должны от ее конечной длины отнять ее начальную длину. Все эти величины измеряются в метрах. Что гласит закон Гука? Великий английский ученый Роберт Гук в 17 веке экспериментально установил, как именно меняются размеры тела в зависимости от возникающей силы упругости. Закон звучит следующим образом, что изменение размеров тела при растяжении либо сжатии прямо пропорционально модулю силы упругости. То есть, чем сильнее мы растягиваем либо сжимаем, допустим, пружину, тем большая сила упругости там возникает. К, коэффициент пропорциональности, который есть в этом законе Гука, называется либо жесткость, либо коэффициент жесткости. Это характеристика данного конкретного тела, которая показывает, насколько тяжело это тело деформировать. Физический смысл этой величины каков? Он численно равен силе, которую нужно приложить, чтобы изменить размер этого тела на один метр. Из формулы для закона Ньютона, F упругости равняется k на дельта L, можно выразить k в жесткости. Это будет сила упругости делить на дельта L. Так как единицы измерения физических величин связаны между собой точно так же, какие сами физические величины. Если k считается как сила упругости делить на дельта L, то единица измерения k в жесткости считается как единица измерения силы Ньютона делить на единицы измерения расстояния метра. То есть показывает эта величина, какую силу нужно приложить, чтобы изменить размер тела на один метр. Это экспериментальная величина. Если мы просто смотрим на тело, мы не скажем, чему равен ее коэффициент жесткости. То есть эта величина определяется для каждого конкретного тела экспериментально. На основании силы упругости и на основании закона ГУКа работает самый простейший прибор для измерения силы. Называется динамометр. Простейший динамометр представлен здесь на данном слайде. Если мы к динамометру подвешиваем какой-то груз, пружинка растягивается и мы видим, какая сила, сколько Ньютонов была приложена к этому динамометру. Простейший динамометр вы наверняка видели. Бытовые весы это тоже по сути динамометр. Мы сейчас рассмотрели первую часть, где была теория по теме силы упругости. И мы переходим ко второй части нашего урока. Рассмотрим несколько практических заданий по теме сила упругости. В первом задании нам предлагается вставить в текст пропущенные слова. Давайте прочитаем и посмотрим, как нам можно объяснить это явление, какие термины можно использовать. При деформации тела под действием некоторой силы телом возникает, как мы знаем, при деформации возникает сила упругости. В теле возникает сила упругости, препятствующая этой деформации. Например, если к стене с помощью гвоздя прикрепить резинку и потянуть ее рукой, то на руку со стороны резинки будет действовать, опять-таки, сила упругости, направленная. Так как эта сила стремится вернуть тело в первоначальное положение, то эта сила будет направлена к стене. Она будет возвращать обратно к стене. Точка приложения силы упругости является точка, там дети два тела контактируют, то есть является точка контакта взаимодействующих тел. Рассмотрим еще одно задание. Теперь с рисунком, с изображением силы на чертеже. Задание. Изобразите на рисунке силу упругости, действующей со стороны стержня, жесткого стержня, на шарик в трех случаях. Итак, случай А. При растяжении стержня. То есть на стержне висит шарик и, соответственно, его растягивает. Как будет со стороны стержня на шарик действовать сила упругости? Сила упругости, которая со стороны стержня действует на шарик, не дает ему упасть. Без нее шарик падал бы вниз, но он не падает. Значит, со стороны стержня на шарик сила упругости действует вверх. Она не дает ему упасть. Рисунок Б. При сжатии жесткого стержня. Здесь теперь наоборот. В верхней части располагается шарик, но опять стержень это тот предмет, который не дает шарику упасть. Если бы этого стержня не было, шарик бы упал вниз. Если он не падает, значит со стороны стержня сила упругости на него действует опять вверх. И третий пример. При изгибе. Шарик лежит на некоторой скамеечке, скамеечка изгибается. Без этой скамеечки шарик упал бы вниз, но скамеечка не дает ему падать вниз. То есть она своей силой упругости и в этом случае тоже действует на него вверх. Третья задача расчетная. О нас требуется определить силу упругости, возникающую в резиновом жгуте после растяжения. Если его длина в недеформированном состоянии, то есть изначальная длина 30 сантиметров, а после растяжения 34 сантиметра. И нам дана жесткость резинового жгута 10 ньютонов на метр. С чего мы начинаем решать задачи? Мы записываем, что нам дано, что нам нужно найти, и переводим в систему Пси заданные нам величины. Нам даны начальная и конечная длина жгута, его жесткость, и нужно найти силу упругости. Переходим к решению. Чтобы найти силу упругости, нам нужно воспользоваться законом Гуга. f упругости равняется k на дельта l. k нам дано в условии 10 ньютонов на метр. Дельта l мы тоже помним, что это такое. Дельта l это разница конечной и начальной длины. l минус l нулевое. Что мы делаем дальше? В первую формулу мы подставим дельта l, которое, как мы видим, равно l минус l нулевое. И получим, что сила упругости это k умножить на l минус l нулевое. Здесь нам все величины уже известны. Мы можем их численно подставить в формулу. То есть вместо k 10 ньютонов на метр, вместо конечной длины l 0,34 метра и вместо начальной длины 0,3 метра. Когда мы это все посчитаем, то получим окончательный ответ этой задачи 0,4 ньютонов. В конце задачи мы записываем ответ. Искомая величина сила упругости равняется 0,4 ньютона. Также вам предлагается несколько заданий выполнить самостоятельно по данной теме. Первая задача это задача текстового характера, где вам предлагается объяснить предложенное явление. Вторая задача численная, то есть предлагается с использованием закона Гука посчитать ту величину, которую здесь требуется найти. И в третьей задаче описывается эксперимент, где тоже с использованием закона Гука и с использованием объяснения, что такое delta l, это l минус l нулевое, от нас требуется найти не указанные в таблице значения. Напоминаю, что чтобы более полно освоить данную тему, рекомендуется воспользоваться рабочими тетрадями. QR-коды для них здесь представлены. Они очень хорошо подходят для самостоятельного изучения той или иной темы. В зависимости от того, каким учебником им пользоваться, то или иной тетрадью можно воспользоваться. А наш урок по теме силы упругости на сегодня закончен. До свидания.